Ну, еще раз добрый вечер. Я представлюсь. Моя фамилия Гречка, зовут Елена Валерьевна. Я преподаватель Центра компьютерного обучения. Я веду пользовательские курсы 1С. Ну, собственно, у нас, поскольку мы корпорация крупная, у нас более тысячи курсов, но я буду говорить только со своей позиции, то есть с точки зрения 1С. Ну, я не знаю, в общем-то, сразу уточню. Речь пойдет именно о третьей редакции. У третьей редакции, конечно же. Вот, поскольку вторая редакция, она все-таки в настоящий момент уже потихонечку отходит в прошлое. 1С прекращает поддержку старых редакций так методично, но у нас все равно есть насущные вопросы. И в частности, в частности, у нас с вами есть достаточно такой злободневный вопрос. Это вопрос учета НДС. Да. Кстати, механизм учета НДС, если вдруг у кого-то вторая редакция или вот, собственно, третья, что гораздо лучше, он в чем-то схож, но сегодня пойдет речь как раз о чем? О том, как можно в программе регистрировать корректировочные счета факторы, что у нас с вами будет влиять на формирование документов в данном конкретном случае. Здесь, получается, постановка вопроса достаточно любопытная, то есть, в первую очередь, все будет зависеть от основного обстоятельства, какого корректировка идет на увеличение или на уменьшение. Ну, в принципе, наиболее распространенная ситуация, когда у нас с вами может восстанавливаться, выставляться корректировочный счет фактора, в первую очередь, конечно же, касается изменения цены. То есть, мы же, когда с вами заключаем договор, мы обговариваем условия договора. Вариант первый, когда цена меняется в зависимости от объема продажи. Правда же? То есть, обычно объем продажи учитывается за определенный период, ну, скажем, с начала года, и по мере увеличения объема продаж возникает необходимость вводить в той или иной ситуации корректировочный счет фактора, поскольку, скажем, объем продаж увеличился, и покупателю мы с вами в этом случае предлагаем льготную цену, то есть поменьше. Да, есть еще второй вариант у нас с вами в жизни, когда можно столкнуться с необходимостью выставить корректировочный счет фактору. Здесь схожая постановка вопроса, то есть идет речь о продажах, но, к примеру, я закупаю товар у поставщика, а поставщик его приобретает за валюту. Да, тогда тоже старается в условиях договора вот этот момент предусмотреть. Ну, у нас с вами сейчас скачки курса валют бывают, да, но не так, как в прошлом году, но, кстати, вот в прошлом году это была как раз очень актуальная ситуация, когда у нас с вами, да, вот они были резче, и, естественно, если из-за курса валют поставщику, в общем-то, товар обошелся несколько дороже, им нет смысла торговать себе в убыток. Самая главная особенность корректировочного счета фактора, независимо от обстоятельств, она подразумевает, что добровольное согласие сторон. Орион, то есть, да, в договоре, в договоре сие должно быть прописано, и у нас с вами это должно быть учтено. Но в зависимости от того, как идет корректировка, то ли на увеличение суммы, да, то ли на уменьшение, мы в программе оформляем разные пакеты документов. Ну, у меня тут, естественно, есть некая такая вот заготовочка, то есть вот условная фирма Орион, которая, естественно, в природе не существует, ну, для того, чтобы можно было обговорить все обстоятельства. Ну, вот в частности, да, тут есть несколько документов, на которых, собственно, я и хочу показать. Вот смотрите, скажем, 11 января вот у меня было поступление от контрагента Сарбент. Там, как сейчас помню, покупались стульчики. Так, сейчас, ну, вот она, база новая, она всегда пока новая, она в задумчивости, я ее, правда, тут пыталась перед занятием погонять, но пока это ей не очень сильно помогает, честно говоря. Да, вот были приобретены некие стулья. Вот как раз в условиях договора у нас, примерно, предусмотрена ситуация колебания цены товара. Ну, я думаю, начнем с увеличения. Да. Итак, что тогда мне выставит поставщик, и как это правильно оформить в 1С? Если меняется цена, а как результат, соответственно, мне, получается, надо будет зарегистрировать корректировочный счет фактуры. Первое, на что стоит обратить внимание, это на функциональность программы. То есть, в частности, в разделе «Главное» у нас с вами есть функциональность. И в зависимости от того, какой вид деятельности организации, правильно, мы здесь заполняем разные закладки. Но что бы ни происходило в этой жизни, пометую о том, что мы должны работать в соответствии с законодательством, вот функциональности на закладке торговли должен в обязательном порядке стоять вот этот флаг «Исправительные корректировочные документы». В этом случае у нас с вами будет идеально соблюдаться технология работы в программе, то есть вообще четко, красиво, как положено. То есть вот этот флаг, он должен стоять. Повторяю, это раздел «Главное» в группе «Команд настройки» вот у нас с вами есть функциональность, и вот он на закладочке «Торговля», флажочек «Исправительные корректировочные документы». Все остальное уже будет зависеть от вашей специфики, естественно. Но там есть комиссия у вас, нет комиссии, да, соответствующие флаги. Это уже все ваше. А вот эта галочка должна стоять всегда, независимо от вида деятельности организации, в частности. Тогда как мы с вами будем поступать? Ну, скажем, по факту 13 января контрагент «Сорбент» не выставляет корректировочный счет «Фактора». Первоначальная стоимость стульев там была 500 рублей. Ну, я, чтобы не мучиться, скажу, что она 600 рублей. Да, то есть так, стульчики хорошо подорожали, об этом история молча. Первое, что мы с вами должны сделать, это создать на основании нашего первоначального документа, документ, который называется «Корректировка поступления». Он создается на основании. Вы это можете делать из карточки документа или из журнала. То есть здесь у нас тоже с вами есть «Создать на основании» и та же самая «Корректировка поступления». Суть от этого не меняется. Здесь, как вы привыкли, как вам удобнее. «Корректировка поступления». Программа «В отдельном окне». Сейчас вот она подумает, но очень извиняюсь, но поскольку база новая, здесь, к сожалению, она всегда подтормаживает. Да, есть такое дело. Программа «В отдельном окне» откроет нам с вами документ «Корректировку». Что принципиально? Обращаем всегда внимание на поле «Вид операции». Дело в том, что их тут несколько. Вот «Корректировочный счет фактура» подразумевает только один «Вид операции». Это «Корректировка по согласованию сторон». По согласованию сторон. Только один. Далее. Мы с вами вводим их номер. Ну, там какой-то там пусть будет. Вводим их дату. 13 января, к примеру. Наша дата, да, когда получили. По умолчанию программа предполагает ту же самую дату, но если, скажем, они мне выставили 13-го, а я получила 14-го, то здесь я поставлю 14-е число. Суть от этого не меняется. Что для нас важно, когда речь идет о корректировке? В первую очередь, на закладке «Главное» надо обратить внимание на вот эту правую часть. У нас здесь есть возможность выбора, как мы будем отражать корректировку. То есть во всех разделах учета или только в учете НДИС. Конечно же, во всех разделах. И, соответственно, вот на этот флажок еще нужно обратить внимание «Восстановить НДИС в книге продаж». «Восстановить НДИС в книге продаж». От чего будет зависеть, оставлять нам с вами вот этот флажок или нет? Да, «Восстановить НДИС в книге продаж». Ну, как вот мы с вами думаем. Смотрите, да, конечно же. То есть что получается? Вот подразумевается постановка вопрос какая. Смотрите, было поступление, правильно? Вы же знаете прекрасно, что мы регистрируем документ поступления и программа делает запись книги продаж. Теперь у нас с вами речь идет об увеличении... Запись книги покупок, извините, оговорилась. Все. Да, речь идет о чем? Об увеличении первоначальной стоимости. То есть они нам, по сути, должны что делать? До начислить НДИС, правильно? Значит, к уже существующей записи книги покупок надо ввести что? Дополнение. То есть если мы работаем на увеличение, корректировку, то восстанавливать НДИС в книге продаж не нужно. Конечно. С чем это связано? И когда мы с вами будем восстанавливать НДИС в книге продаж? Когда речь идет о том, что мы работаем с вами на уменьшение. Вот когда речь идет о том, что мы работаем на уменьшение, у нас же, помните, есть запись книги покупок, а обратную проводку дает что? Запись книги продаж. То есть если уже у нас НДИС зарегистрирован, правильно? То есть сделан документ поступления, чтобы уменьшить, нужна обратная запись. Так понятно? Если на увеличение нам нечего восстанавливать в книге продаж. Далее. Проверяем закладку товара. Вот смотрите. Здесь она очень похожа на стандартный вид, но бьются поля на две части. До изменения, после изменения. До изменения ячейки для нас с вами недоступны. То есть при всем желании туда ничего ввести нельзя. А вот после изменения как раз, собственно говоря, есть возможность поставить курсор и указать. Ну, вот я сказала, в качестве примера я просто взяла, увеличила цену. Есть же? Да. Еще что актуального. Естественно, естественно, мне-то дадут корректировочный счет фактура. Он стандартно регистрируется, где в подвале документа, то есть в нижней части, которая, собственно, называется подвал. Ну, пусть будет тот же самый, 13 января. И я его зарегистрирую. А мне же, как они, топ-счет фактуру дадут или какие-то еще документы, нет? Ну, так я продолжаю. Сейчас, сейчас, секунду, потерпите. У нас с вами вообще стандартно, вот когда мы делаем покупку чего-либо, да, не о корректировке, мы же с вами что делаем? Мы регистрируем в документе номер и дату их накладной и регистрируем счет фактуру, правильно же? Просто я для удобства, чтобы не мучиться, цифры ввожу соответствующие, да, да, там, вот и все. Так, что у нас получается? Значит, с точки зрения проводок, да, вот дебет-кредит. Ну, нам программа должна сейчас что сделать? До начислить НДС, правильно? И поскольку увеличилась стоимость тульев, она еще должна этот момент тоже учесть. Учесть, конечно, должна. Сейчас она ведет себя в этом плане абсолютно, кстати, адекватно. Да, вот смотрите. Вот он, до начислина НДС. Есть такое дело? 19-й, 60-й. Ага. И плюс еще, вот она увеличила мне что? Первоначальную стоимость, по сути, стула, да, на, ну, там их там по тысячу рублей, на тысячу рублей. Увидели? Да, 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 да. То есть, вот, у меня их покупалось 10-100 по 500 рублей, значит, теперь цена на 100 рублей, вот они, тысяча. Правильно же? И, соответственно, вот он НДС. Увидели? Да, да, да. Вот, собственно, мы это с вами великолепным образом видим в проводках. Вот она, 1180. Кроме того, программа еще делает запись служебной регистра в МДС предъявленной. Вот если была покупка, то автоматом делается запись в этот регистр. По виду события предъявлен НДС поставщиком. Но в качестве основания, видите, вот счет фактура, здесь стоит что? Корректировка поступления. Что еще для нас с вами актуально? Сам документ счет фактура полученный. Вот я его открыла, да, корректировочный счет фактур. Если я покажу вам дебет-кредит, то здесь, как видите, никаких проводок, никаких записей в регистре нету. Нету, нету, нету. Если вот печать, счет фактура за поставщика. Вот он, родимый, видите же. Все как положено. Получилось же? То есть вот у нас с вами корректировочный счет фактура. Ага. Вот, соответственно, после изменения вот эта часть пошла. Вот мы видим с вами, что изменилась стоимость товаров. Правильно? Соответственно, у нас с вами и изменилась сумма налога. Кроме того, кстати, вот что еще здорово сделано. Корректировочно сейчас закрою счет фактуру. Сам документ, корректировка поступления, он дает печатные формы. И вот в частности, смотрите, вот оно, соглашение об изменении стоимости. Не знаю, заглядывали, нет, но вот таким вот образом оно выглядит. Тоже, опять же, обратите внимание, все четко, очень сделано. Ну, я не знаю, с моей точки зрения, практически идеально. Вот. Есть у нас с вами вот подписи продавца, в частности, что с изменением согласны. Все как положено. Ну, и делает стандартные формы. То есть вот та же, ну, скажем, ТОРК-12, если да, то здесь все как водится. Ну, у нас документ поступления, он ТОРК-12 обычно не формирует. Правильно же? Диамеда в программе. Неа. Теперь самое главное. То есть, с одной стороны, если я сделала корректировку, во-первых, где я ее всегда могу увидеть, это в разделе покупки. У нас с вами есть прямо отдельный журнальчик, корректировка поступления, где методично будут накапливаться все вот эти документы. Это первое. Ну, нас-то больше волнует, что происходит сейчас в книге покупок. Правда же? А значит, давайте посмотрим на мою книгу покупок. Как она выглядит в настоящий момент. Ну, вот книга покупок за первый квартал, поскольку операция была за первый квартал. Я начинаю судорожно искать здесь корректировку, и я ее здесь не вижу. Нет, здесь дело не в этом. А вот мы начали с вами разговор, я сказала, что последовательность действий наше будет зависеть от чего? От того, на увеличение мы работаем или на уменьшение. Началась вопрос посложнее, с вопроса на увеличение. Сам документ, корректировка поступления, он не делал запись, вот когда речь идет о книге покупок. Ну, сейчас покажу просто. Смотрите, обычный документ поступления товара. Он при проведении нам делает запись в регистр НДС предъявленной, правильно? Да, да, да. То есть это вот то, что я вам сказала. Запись будет всегда по событию, что НДС предъявлен поставщиком. А дальше, когда мы с вами регистрируем счет фактуру, ну, если речь идет о всем, помним, кроме основных и нематериальных активов, это всегда в конце квартала. По умолчанию в документе счет фактура стоит вот этот вважок отразить вычет НДС. И это означает, что документ счет фактура делает проводочку по 68-му и плюс делает запись в регистр НДС покупки, то есть книгу покупок. И я вам совершенно целенаправленно, когда показывала корректировочный счет фактуру, обратила внимание как раз на какое обстоятельство. Открыла, сказала, вот видите, документ счет фактура корректировочный, да, вот печатная форма она, а проводок никаких не делает и запись в регистре не делает. То есть если у нас идет корректировка поступления, и речь идет об увеличении, запись появится, но появится она когда? Когда в конце квартала мы с вами сделаем регламентный документ формирования записи книги покупок. Да, только так, не как иначе. Вот если я сейчас вот просто сделаю формирование записи книги покупок на дату 31 марта, да, в моем случае, поскольку первый квартал, то на закладке «Приобретенные ценности», вот если я нажму кнопку «Заполнить», видите, вот она появилась, запись по поставщику Сорбен. Основанием стоит, что корректировка поступления, увидели? Да, 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 вот оно. Только теперь, если я проведу вот этот документ, я увижу, в частности, вот смотрите, по Сорбенту пошла запись по 68 счету, проводочка, вот она, на те самые 180 рублей, правильно? То есть вот наша сумма увеличения НДС. И вот она, видите, вот запись регистр НДС покупки, вот она книга покупок-то по сути. Да, и только теперь, только теперь, если я сформирую книгу покупок, книгу покупок за тот же первый квартал, вот у меня, вот она, видите, по Сорбенту на 180 рубликов. Получилось? Еще как? Немножко подытожу. Если речь идет об увеличении, именно, да, когда мы работаем на увеличение, мы делаем с вами, получается, на основании документа поступления корректировку, поступления, правильно? Там вносим изменения и регистрируем счет фактуру. Но плюс к этому обязательно нужно формирование записи книги покупок. То есть документа делается два. Корректировка поступления плюс формирование записи книги покупок. Так понятно? Ну и прекрасно. Теперь давайте с другой стороны посмотрим. Вот действительно, если увеличился объем закупки мною товара у какого-то поставщика, мне могут что сделать? Взять и, наоборот, снизить цену. Да. А вот, например, если у меня вообще поступление на столы или в стулья, со столами, что увеличится, ну, вот, пусть по стульям. Соответственно, я там правлю только в стулья, а в фактуру у меня должно что-то только одна позиция, но корректировочно. Да, да, да. Только она. А вы удалите? Конечно, они вам неинтересны абсолютно. И корректировочно скидывается на... Да, программа, программа, кстати, потянет все строки, если вы об этом. Она по умолчанию, но вот на основании, помните, это, по сути, что копирование из одного документа информации в другой. А вы, соответственно, что делаете? Смотрите на оригинал, они вам выдадут корректировку только на изменения, естественно. Вот. И вы, конечно же, эту строчку подкорректируйте, ее и оставите. А вы, в принципе, рассказываете, потому что, типа, там вываливаются все в корректировку, но с печатной формулы вываливаете только одна позиция. И ее надо будет там удалять. Сейчас, потерпите. Две минуты. Буквально, хорошо? А сейчас покажу. Вот тут у меня как раз две позиции, а я на них как раз и расскажу про корректировку на уменьшение. Вот ситуация аналогичная. То есть у некой фирмы Бета там были приобретены часы. Ну, помним, что у нас с вами может меняться цена, но, к примеру, там по объему продаж у меня какие-то из этих часов сейчас будут дешевле. Логика все равно та же самая. То есть сначала мы с вами на основании документа поступления делаем корректировку поступления. Это без варианта. Номер там какой-нибудь, дата. Ну, в жизни по факту, естественно. Вот. И смотрите. Значит, первое, что мы думаем, опять же, на закладке главное. У нас речь идет о чем? О том, что мы будем работать на уменьшение. А ведь когда я регистрировала поступление, у меня уже была сформирована запись книги покупок. Правда же? Значит, тогда помним, если надо уменьшить обратное, это что? Запись книги продаж. Правильно же? А значит, если у нас с вами идет речь об уменьшении, мы оставляем вот этот флаг «Восстановить НДС» в книге продаж. Мы его с вами оставляем. Мы его сбросили? Конечно же. Она же нам, по сути, что сделала? Она в книге покупок добавила вторую строчку. Правда же? Вот. Теперь вот на основании. Это просто элементарное копирование. Правильно же? Из одного документа в другой. А у меня цена поменяется. Ну, не знаю. В меньшую сторону всегда, знаете, скрипя сердце. Но пускай будет Орегон там по 600 рублей. Вот так. Да. И тогда вот эти вот я могу что сделать? И читаем. Вместо удаления строки, видите, очистите суммовые и количественные показатели. Вот какая мне задача. Увидели? То есть мне предлагают поступить вот таким вот образом. А измерение не акции. Угу. Конечно. Теперь смотрите, что дальше. Я регистрирую точно так же корректировочный счет фактуры. Ну, там какой-то там номер, какую-то там дату. Угу. И теперь мы с вами смотрим, что получаем. Ну, в первую очередь проводки. Дебет, кредит. Ну, там был аванс. Видите, она выделила. Она мне восстановила НДС. Она мне, видите, сделала, по сути, что? Красная сторона. Есть же такое дело? Да есть, есть. Ну, как-то она мне сделала его странно. Ага. Не, не, сейчас, сейчас, сейчас. Просто вопрос был шикарный. И смотрите закладочку НДС продажи. Она мне сделала запись книги продаж. Увидели? Да, да, да. Вопрос только в чем. У меня по документу поступления, смотрите, общая сумма была 34,692. Есть же такое дело? И, соответственно, в корректировке поступления, в корректировке поступления у меня сейчас вот как-то 14,160. Вот она фигурирует. Видите? Так. Теперь показываю. Соглашение об изменении стоимости. Смотрим. После изменения ничегошеньки. Видите? Да. Аккуратненько, если я закрою, покажу вам счет-фактуру. Счет-фактуру. В частности, вот смотрите, дебет, кредит, опять никаких проводок нет. А если я вам покажу счет-фактуру запоставщика, то здесь, видите, после изменения стоят прочерки. Увидели? Так. Давайте смотреть, что будем смотреть. В первую очередь, в первую очередь, нам, конечно, важна книга продаж. А вот сам документ корректировка поступления, вот когда мы дебет, кредит с вами указали, она, соответственно, показала, что закладочку НДС продажи, да, вот регистр НДС продажи, то есть то, что она сделает мне запись книги продаж. Сделала же? Так, хорошо. Тогда, сейчас, секундочку. Книга продаж формируется. Вот он, мой корректировочный документ. Видите? Стоимость продаж такая-то, НДС такой-то. Получалось? Прекрасно. Теперь показываю на всякий случай книгу покупок. Значит, это у меня была бета, правильно же? У меня была реализация на 34 с хвостиком, правильно же? Вот. Теперь, теперь у меня в книге продаж есть, по сути, что? Ну, если хотите, сторона. Есть же? Да есть, есть. Куда он наденется? Вот. Вопрос только вот в чем? Насколько корректно я поступила, правильно же? Я что имею в виду? Реализация была на 34. Согласны? Вот я сейчас хулигасну, но я верну, чтобы просто вам удобнее было, а то цифры не очень удачные. Если бы я покупала по 600 рублей, то у меня реализация идет на 34. Две. Вы видели, к чему я веду? Сейчас. Проблемы сейчас у меня могут возникнуть. В моем документе корректировка поступления. За счет чего? Ну, поскольку вопрос был, а я не могу отказать с удовольствием. Здесь я цену уменьшу. У меня по факту запись книги продаж, но вы посмотрите, насколько меньше должна это быть. А я взяла и ищу, и мне же добрый 1С посоветовала очистить. Строчку она мне удалить не дает. Она говорит, что очищаем все количественные суммовые показатели. Говорит же? Говорит. Безвозмездно, то есть даром вообще. Ага. Улавливаете? Я же говорю, вопрос-то хороший как раз. Ну, в общем-то, сейчас все-таки я верну все обратно, потому что мне лень переделывать. И покажу вам нормальный результат. То есть вот когда несколько строк. Мы с вами исправляем все-таки нужную строчку. Поправили? Поправили. Теперь смотрите на проводки. Вот в предыдущем случае обратили вы внимание, что фигурировали те и другие часы. И там, где я поставила нули, там просто была красная сторона всей записи. Обратили же внимание? Сейчас еще раз могу. Так, давайте вот по шагу. Потому что вопрос, правда, важный, нужный, серьезный. Ну, аванс это само собой. Ну, вот, смотрите, сейчас очень хорошо видно. Корректировка идет. У меня вот они, да, 19 тысяч. И вот часы Орекон на 1600. То есть у меня получается, вот их 20 штук. Вот они теперь были по 600 рублей. Увидели? Вот они, мои изменения. А если я, не дай бог, посоветую доброй программы. Сделаю вот таким образом. Ага. Увидели? Да, 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 да. То есть с ее точки зрения, посмотрите, она же мне отстармировала все на врач. Это к какому разговору, к чему я тогда вот вцепилась сразу? Потому что все хорошо, когда вот действительно очень удачно и вовремя. Теоретически нам говорится, что да, нам могут с вами дать документы только на эту позицию. Но когда мы регистрируем у себя в базе, программа нам из оригинала все строки подтягивает, и мы просто корректируем нужную. И когда речь идет о корректировке на уменьшение, мы оставляем вот этот флаг «Восстановить МДС в книге продаж». Документ «Корректировка поступления при проведении» нам делает, по сути, что вот оно, незабвенная красная сторона. Правильно же? Да, 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 да. И делает проводочку, вот она, видите, 19-й, 68-й. Увидели же? И если вы посмотрите, то есть помимо проводок, вообще-то в программе, ну это вот разговор неминутный, у нас вообще-то, честно, этому целый курс посвящен. Для Одинесски, когда речь идет об НДС, важны вот эти записи в регистры. То есть если делается запись в книге покупок, то мы будем с вами видеть запись в регистр НДС покупки. Если делается запись в книге продаж, то мы будем с вами видеть запись в регистр НДС продажи. Вот они, видите, вот он мой НДС, те самые, 288 рублей, 19-й, 68-й, правильно? И если вот сейчас я все-таки еще разочек сделаю книгу продаж, вот теперь она у меня выглядит правильно. То есть, в частности, у меня, видите, вот по корректировке, вот номер и дат корректировочного документа, и вот они, те самые цифири, вот они, 288 рубликов. Это понятненько? Конечно, класс. Вот главное, главное, повторяю, функциональность, вот этот флаг должен стоять всегда, вот тот, с чем начали с вами обсуждение. И от нас требуется всегда внимательность какого рода. То есть мы прикидываем на увеличение два документа, корректировка поступления плюс формирование записи книги покупок. На уменьшение один документ, только корректировка поступления, который нам делает все сразу. А итог, соответственно, у нас с вами получается. Если на увеличение, то в книге покупок у нас появляется дополнительная запись, правильно? Поскольку речь идет о том, что нам доначислили НДС дополнительная. А если на уменьшение, то мы всегда помним, что проводочку обратную записи книги покупок делает что? Запись книги продаж. То есть у нас там с вами получается вот она запись. А чисто визуально, ну вот когда речь идет о покупках, о покупках, сейчас на документе покажу. Вот когда я покупала эти часы, да, ну вот просто с точки зрения бухгалтерского учета. Запись книги покупок мне делал документ счет фактура полученный. И вот она, 9,68, кредит 19, правильно? А когда я вводила корректировочку, то документ корректировка поступления, он мне дал как раз вот эту самую обратную проводку. Вот она. Вот она. Увидели? То есть покупка была у меня 68,19, правильно же? А, соответственно, обратная проводка, 19,68, это запись книги продаж. Вот таким вот образом. Это понятно? Ну и отлично. А можно, например, сейчас в чатную форму подходит, когда вы для позиции, как минимум, да? А, конечно же, конечно. Не-не-не-не-не, сейчас, секунду, я просто журнал открою, корректировки, это поудобнее, да? И чтобы мне уже не метаться туда-сюда. Конечно, конечно. То есть ведет она себя адекватно. Ну, я-то вам что говорила, что вы документы взяли, в документе будет одна позиция. Вам никто не будет выставлять корректировку, 53 позиции, и вы будете искать, что в 24-й строке что-то там исправлено. О чем речь, почему вот я как раз вот к этому и прицепилась. Но в программе это важно грамотно сделать, а здесь, ну, по-моему, просто надо только увидеть, что если мы там, не дай бог, обнулим, она-то ведь воспринимает буквально и старнирует все. Да, поэтому вот в бумажном виде тут все длинно, все красиво, все как положено. А в электронном виде мы с вами только нужную строчку находим и исправляем. Вот так. Конечно, классно. Нет, вот здесь вообще вот в трешке под систему учет НДС великолепно сделано, но у нас еще есть другая часть, когда мы покупателям корректировку делаем. Да. Ну, это они вам дают. Я просто показала, что документ делает. От нас требуется согласие. То есть это они нам с вами дадут, а мы его подпишем. То есть добровольное, это как оно там, несопротивление сторон. Конечно, Оксана, мы об этом говорим, что она посчитала, что да, вот ноль купили, ну да, безвозмездно, я же говорю, даром ничего не купили, все прям вот нам прям бесплатно досталось, да, и ушло. Как пришло, так и ушло. Так. Вы вводите с реальными датами. Просто я все равно делаю увеличение корректировки. У вас все равно все будет то же самое. Абсолютно. Программа великолепным образом. Ну, вот я не знаю, чтобы просто, да, у нас время-то, да, давайте я все-таки реализацию, давайте я реализацию все-таки покажу, хорошо, потому что у нас время с вами идет, да, а там уже, да, по поводу реализации, там на самом деле та же самая технология. Абсолютно. Абсолютно. Вот у меня тут есть несколько продаж. И та же логика. Вот смотрите, 24-го я там торговому дому, упс, извините, промахнулась. Так, вот, 20-го я торговому дому продавала какие-то там финны. Да. Ну, тут-то выяснилось, что, в общем-то, финфей был мной недооценен. Да, без него жить нельзя, поэтому я буду, соответственно, увеличивать цену. Логика та же, смотрите, если речь идет о корректировке реализации, реализации, мы по такому же принципу поступаем. То есть, в частности, на основании документа реализации делается документ корректировка реализации. Дата, ну, пускай будет 23-е, там, ну, или 2-е, не важно, что это праздничный день. Да, об этом история умолчивает. Кому-то сюрприз. И я просто-напросто беру, я не буду мелочиться, я прям вот, ой, да, что-то я не в ту сторону. Ну, так, все. Вот как-то так, да. Все очень скромно в этой жизни. То есть, смотрите, у меня речь идет о чем? О том, что корректировка на увеличение. В отличие от предыдущего документа, вид операции все равно корректировка по согласованию сторон. Но здесь, видите, никаких галок на тему, там, книги покупок, книг продаж в принципе нет как класс. Что мне нужно учитывать? Значит, та же логика. Я внесла изменения. Я внесла изменения. Я выписываю корректировочный счет-фактурку. Ну, выписываю, мне не жалко. И давайте смотреть. Значит, что у меня получается? Дебет-кредит, во-первых, смотрите. Я же, по сути, теперь клиенту должна доначислить НДС. Есть же такое дело? Вот оно, смотрите. Вот, вот, вот. То есть, вот у меня корректировка по реализации самой пошла, правильно? И плюс-плюс 90-й, 68-й. И тут же, тут же вот регистр НДС продажи. То есть, запись книги продаж. Есть же такое дело? Ага. Так. Счет-фактура корректировочный. Собственно, так же, как и обычный счет-фактура на реализацию. Никакой нагрузки не несет. Абсолютно. Я имею в виду, ни проводок, ни записи в регистры не делают. Потому что записи все делает документ реализации. Если еще, не дай бог, счет-фактура, то у нас с вами все задваивает просто-напросто. Смотрим, как выглядит счет-фактура. Сколько строчек? Увидели? А в документе сколько было? Угу. То есть, мы с вами здесь вот точно так же, как и в предыдущем случае, ничего убивать не будем. Правильно же? Ага. И, соответственно, вот кнопочка печать. Вот оно, соглашение об изменении стоимости. Вот мы им его как раз и дадим. Вот оно. Вот оно. Видите? А здесь мы прописываем, потому что здесь не поменялось. Правильно? А тут поменялось. И добровольная подпись имеет место быть. Что мы с вами в этом случае получаем? Если речь идет о реализации на увеличение, то достаточно, как видите, сделать документ корректировка поступления. Потому что, если я вам сейчас покажу свою книгу продаж. Вот. 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 И еще раз. Вот. Вот. Смотрим. Так. У меня торговый дом. Вот одна строка. Видите? И вот пошла вторая. Вот она. То есть, я им доначусь его НДС. Вот она. Получилось же? Конечно. А если на уменьшение, то есть получается здесь, смотрите, по сути, смысл операции идут от обратного по сравнению с покупкой. Если речь идет о том, что я работаю на уменьшение. Ну вот у меня там 1 марта в планете были отгружены какие-то миксеры. Угу. Вот. И я пришла к выводу, что мой стиль благотворительность. Да. Миксеры вот эти по 6500. Нет, это не мой стиль, вот честное слово. Но мне же надо показать. А я их продам по 6. Да. Да. Значит, тогда логика все равно та же. Я создаю на основании корректировку реализации. Ну, пускай будет 3 марта. Точно так же я после изменения регистрирую новую цену. Есть же такое дело. И точно так же я выписываю корректировочный документ. Здесь все один в один. Ну, смотрите на проводки. Может быть, вам так просто будет покомфортней. С одной стороны, мне программа сделала корректировки. Сделала же. Но тут-то выплыл 19-й субсчет, 9-й. Увидели? Ага. И нет никакой закладочки, то есть нет записи в регистр. Ни НДС покупки мы с вами не видим, правильно? Ни НДС продажи. Но продаж, собственно, здесь и не должен быть, если на то пошло. И счет фактуры корректировочный. Вот открываю. Смотрите, то же самое. То есть, ну, счет фактуры на реализацию. Не важно, то ли он обычную реализацию, то ли корректировочный. А корректировочный счет фактуры – это отдельный самостоятельный документ с своими реквизитами и так далее. Вот. Но здесь ничегошеньки не происходит. Почему? Потому что я сейчас работаю на уменьшение, правильно? Я перед этим сделала реализацию. Значит, у меня автоматом появилась запись книги продаж. А теперь мне ее надо что сделать? Уменьшить. А значит, обратную проводку даст что? Абсолютно верно. Книга покупок. То бишь, если у меня идет корректировка реализации на уменьшение, то я еще должна буду сделать что? Формирование записей книги покупок. Вот опять же я перезаполню документ. Просьба обратить внимание. В документе формирования записей книги покупок, если речь идет об уменьшении, есть отдельная закладочка, которая так и называется уменьшение стоимости реализации. Вы видели? Вот она. Вот она, родимая. То есть, здесь мы с вами ищем. Раз. Во-вторых, смотрите, дебет-кредит. Дебет-кредит. Вот, вот, видите, вот она. То есть, 68-й, 19-й, 0-й, 9-й. Увидели? А там была 90-й, 19-й, 0-й, 9-й. А что подачи? Давайте так, чтобы мне не быть голословной. Вот, смотрите. Это у нас с вами отдельный субсчет для автоматизации вот этого процесса. Так и называется НДС по уменьшению стоимости реализации. То есть, у нас стандартно-то, да, идет вот, да-да-да-да-да. А здесь вот сделали, ну, условно говоря, через промежуточный счет. Вот и все. И смотрите, что теперь получается у меня. Вот если я сделаю книгу продаж, мы видели только что, там, собственно говоря, вот по планете, как было, как было, так и ничегошеньки не поменялось. Правильно же? Конечно. Почему? Потому что я должна обязательно еще открыть книгу покупок и посмотреть, что там имеет место быть. А вот она. Вот она, вот она. Вот она, видите? Просто теперь в книге покупок, в книге покупок в качестве продавца выступаю же кто? Да я, конечно. То есть, мой незабвенный Орион. Со всеми вытекающими последствиями. То есть, если подытожить, когда у нас с вами идет корректировка, корректировочный счет факторов, да, вот оформляется, по реализации. Если на увеличение, то мы просто делаем один-единственный документ, корректировка поступления. Один. Если на уменьшение, то мы делаем с вами что? Во-первых, корректировку поступления, правильно? А во-вторых, что? Формирование записи книги покупок. Вот такая вот постановка вопроса. То есть, у нее здесь все абсолютно мило, хорошо, то есть, все симпатично. Здесь никаких проблем вот не вызывает. Это, собственно, то, что я хотела сказать. Так, те, кто у меня удаленно, вопросы есть? Они там все такие притихшие. Особенно мне нравится, да, у кого-то имя очень модное. Сейчас, погодите, 6 секунд. Нет, все притихли. А, нет. Нету, да? Ага, хорошо. Ладно, тогда я, собственно, отключаюсь. Пожалуйста. И приходите. Нет, на самом деле, если нужно, у нас действительно, мы все это вот на НДС, на курсе по НДС очень подробно рассматриваем, в том числе и, собственно, раздельный учет НДС. Ладно, тогда я прощаюсь. До свидания. Спасибо. Пока. 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 Продолжение следует...